Приветствую дорогие зрители! Сегодня у нас военный тягач американского производства HEMT M4 HEMT M4 2T, я не знаю как это произносить. Недавно вышел обзор на белорусский MZKT и он на него очень похож, тоже такая мощная штука, но здесь более плоская кабинка такая у MZKT она повыше, но принцип вполне себе схож. Как видим находится он в неизвестном таком салончике, но зато отдельном. Смотрим его конфигурацию, рассмотрим ближе, видим что у него сверху уже установлено освещение, антенки, он уже можно сказать тюнингован. Вот так вот он выглядит. Так, смотрим что у нас по кабинкам, видим что и сделана иконка специальная. Вот OSCOSH это автоконцерн, который производит вот эти военные тягачи HEMT M4. Ну, значок я надеюсь найду в интернете, его на превьюшку вставлю. Смотрим по шасси, у нас тоже одно шасси, как и в MZKT. Прямое сравнение будут делать все время. 8 на 8 у него. И по мощности видим что он более чем MZKT, там было 800 с чем-то, а здесь уже 1000 лошадиных сил мощность двигателя. Это хорошо. 6 коробка передач, 6 передач. Вот так вот выглядит интерьер, посветлее. Песчаная такая расцветочка у него. Видим что у нас здесь уже встроенный GPS. Это мы уже проверим потом. Так, смотрим дальше что мы можем поставить. По цвету. По цвету мы видим тоже такие военные раскрасочки. Ну, давайте, ну я не знаю, вот такой вот для разнообразия. Сделаем его таким. Разве он и есть военный. Хотелось бы, конечно, видеть, чтобы здесь был скин на военную тематику. То есть там камуфляжи какие-то. Ну, надеюсь, в будущем автор сделает это. Переходим дальше на внешний тюнинг. Поскольку у нас освещение сверху уже поставлено, то у нас спереди тюнинга совершенно нету. Нету вот этих ненужных табличек. Все убрано. Единственное, что вот телепасс, девайсы, вот спереди можно поставить. Ну, давайте вот три девайсика. Так, для разнообразия. Смотрим, что у нас с колесами. Видим, что у нас, как и в МЗКТ, есть несколько типов колес. А того девять штук. Давайте прощелкаем их, посмотрим все, как выглядят. Так, 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 так. Довольно-таки большие колеса. Вот посмотрите, вот так вот выглядят стоковые. И вот девятый вариант. Это просто бомбезные такие здоровенные колеса. Их я, наверное, поставлю. Девятки. 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 Что касается трейлеров, то сделаю отдельной вставкой, проверю на разных колесах, как у нас смотрится. Здесь, конечно, вот эти здоровенные колеса, немножко врезаются в текстуру, как мы видим. Ну, это не суть важно. Главное, что вот здесь уже главный размер очень эффектно смотрится. То есть, на это можно уже и закрыть глаза. Так, переходим в кабинку. Видим, что у нас здесь зеркала и здесь отдельное зеркало, которое очень нам поможет. Не нужно будет смотреть в это зеркало. Тем более, оно немножко перекрывается стойкой. Это не очень хорошо. Это зеркало будет нас спасать. Так, смотрим, что у нас по GPS. GPS только в одной точке. Вот такой вот формат размера. Вполне себе нормальный GPS. Так, давайте выставим точки. Что-то можно прилепить. Ну, вот такую вот елочку повесим. То есть, здесь поддерживается у нас Cicel. Это очень даже и хорошо. Попробуем сюда разместить наш TrackInfo. В прошлой версии TrackInfo не работал. Смотрите, какой здоровенный TrackInfo. Но здесь он вполне себе рабочий. Мы посмотрим это уже в игре. Дальше у нас здесь точка есть для аксессуаров. Очень хорошо. Потому что вот здесь вот на панельке нельзя ничего разместить. Там все слишком маленькое. Давайте планшетик здесь разместим. Отсюда уберем. Ну, видим, что предметы можно ставить. Здесь никаких проблем с этим нет. Можно расставлять всякие предметики. Поставим там чашку, например. Так, спалка там тоже есть, но к ней не повернуться. Вот такой вот. Далее, что у нас здесь за точка. Здесь у нас еще можно повесить какие-то предметики. Бейсбольный мячик, например. Ну, виселки стандартные и из Cicel. Кстати, можно вот рацию поставить. Вполне себе будет смотреться. Так, видим, что точки на руле нету. Так что будем использовать так, как есть. В МЗКТ было два варианта руля. Здесь только один вариант руля. Текстурка такая себе, конечно, но вполне себе нормально. Даже есть логотип компании-производителя. Итак, переходим к тестированию с трейлерами. Итак, что касается трейлеров. Вот так вот выглядит у нас трейлер. Видите, что у нас на самых больших колесах трейлер немножко задран вверх. Ну, для кого это не критично, то можно и покататься так. Но парковаться будет сложно. Нужно использовать автоматическую парковку трейлером. Сейчас я вам покажу, как выглядит прицепленный трейлер с самыми минимальными колесами. Ну, с самыми меньшими. И вот так вот цепляется к самым меньшим размерам колесам. Видим, что уже трейлер на нормальной высоте. Немножечко приподнят, но уже можно возить трейлеры. То есть, если вы хотите все-таки возить трейлеры, то... Это стандартные трейлеры. То используйте самый-самый меньший размер шин при конфигурации вашего тягача. Переходим дальше уже к игре. Вот интересный момент. Нашел я все-таки БелАЗ. И посмотрите. Хотя кажется, что наш Хаммед А4 достаточно большой. Но посмотрите на сравнение с БелАЗом. Все-таки он как-то вообще не котируется. Он как обычный грузовичок. Я думаю, что МЗКТ тоже так будет выглядеть. В обзор видео с МЗКТ я тоже вставлю такой сравнительный момент. Очень интересный. Так, давайте будем тестировать дальше наш тягач. Итак, мы внутри нашего Хаммед А4. Как видим, в отличие от МЗКТ, у нас здесь не меняется положение и размер руля. И наклон руля, то есть... Но зато можно отрегулировать сидушечку. Видим, что при опускании вниз у нас улучшается обзор, конечно же. Но, к сожалению, руль перекрывает нам часть наших датчиков. Так что лучше оставлять повыше. Зеркало, которое справа, у нас будет плохо видно. Вот этот, поставленный автором зеркальце, очень хорошо нам помогает. Продолжаем дальше. Выходим из меню. Как видим, что GPS у нас такой оригинальный, гугловский. Здесь у нас находится трак-инфо. Так что ваш выбор, ставить этот трак-инфо от Cicel или нет. Но видим, что он достаточно большой и достаточно информативный. Я думаю, что не помешает его поставить. Здесь он маленький и, чтобы его посмотреть, нужно наклонять свой обзор. Давайте включим двигатель. Посмотрим, что происходит. Каких-то анимаций включения я не вижу. Загорается вот эта лампочка желтым и все. Лампочка выглядит достаточно очень просто. Просто какая-то сфера, да и все. Так, немножко я покрутил двигатель туда-сюда. Видим, что у нас тут еще окошко. Но обзор у него, конечно, минимальный. И зеркала, которые справа, достаточно плохо расположены. Ну, увидеть в них что-то, это, конечно, нужно сильно поворачиваться при полной остановке, наверное, только. Разве. Смотрим, что у нас с поворотниками. Видим, что как реализована анимация, то есть индикация. Анимация есть, индикация есть, но посредственно это все выглядит. Какая-то полусфера загорается. Это, конечно, информативно, но выглядит очень даже так небрежно сделано. GPS достаточно хорошо выглядит. Все там на нем читаемо. Я сейчас тут на какую-то стройку переместился, поэтому я не нахожусь на маршруте. Это все нормально тут. Давайте включим дождик. Посмотрим, что у нас с дождем. Итак, пошел дождь. Окна намокают. Все хорошо. Включаем дворники. Так, что-то я плохо вижу. Стирает. По-моему, не стирает. К сожалению, вот в отличии от МЗКТ, на нашем Хемите А4 не стирается. И, кстати, на TrackInfo еще даже логотип сделали производители. Это хорошо. Рация тоже классно смотрится. Смотрим на внешечку. С внешки, вот в отличии от МЗКТ. С внешки работают дворники. Это, конечно, тоже странно. Внутри не работают. С внешки работают. Давайте еще раз посмотрю. Может, я что-то не углядел. Нет. Капли не стираются. К сожалению. Это минус, конечно. Так, теперь включаем ночь и смотрим, что у нас с фарами. Итак, у нас ночь темная. Фарки светят отлично. Не в полном объеме. Видим, только точки появляются. И при нажатии дальнего вообще ничего не меняется. Теперь поворотники. Поворотник только левый, как и в МЗКТ. Не знаю. Возможно, это какая-то особенность формата вот этих тягачей. Но левый никак не реагирует на поворот. Мы можем поворачивать только влево. Вправо поворотник не светится. Так, хотя индикация есть правого поворотника. Так, смотрим, что у нас с освещением. Видим, что белого цвета подсветка приборки. Освещения в салоне нет. На О ничего не происходит. Так вот. Так что включаем день. Итак, у нас день. Давайте чуть-чуть, чуточек проедемся по вот этой стройке. Видим, что кабели сисло обращаются. Все нормально. Педали никак не анимированы. К сожалению, тут с этой стройки никак не выехать. Так что на этом я и закончу этот обзор. Что можно сказать по моду? Давайте. Выключать не буду, потому что видно все органы управления. В этом моде, в отличие от того же тягача МЗКТ белорусского, есть свои плюсы. Здесь работает трек-инфо. Есть встроенный трек-инфо и можно повесить сисло. Трек-инфо не вылетает. Также из плюсов, что хотел бы отметить. Ну, здесь поаккуратнее расположены предметы сисло. Можно их вставить. Они не провалятся под текстуры, как в том же МЗКТ. Но здесь есть и ряд минусов. Плохо реализован индикатор поворотов. Вот такая вот полусфера, которая то светится, то не светится. Дворники не работают. То есть они работают, но не стирают дождь. С внешки они работают. Это плюс. Но, к сожалению, не стирают дождь внутри. Это тоже как бы главный показатель. Так, тут больше точек сисло. Здесь можно было поставить рацию, в отличие от МЗКТ. Что касается внешки. Давайте перейдем в внешка. Внешка достаточно привлекательная. С маленьким радиусом шин можно возить трейлеры. Они не сильно задираются вверх. Вот с такими вот большими уже трейлеры не повозишь. Можно так просто покататься по какому-нибудь Росмапу, например. Всем спасибо за просмотр моего мода. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Жду вас на следующих моих обзорах. Всем пока.